Троицкий собор в Санкт-Петербурге – один из самых величественных в Северной столице. Памятник архитектуры эпохи позднего классицизма завораживает своей красотой и грандиозностью. Ансамбль из пяти куполов насыщенно синего цвета заметен издалека, почти за 20 километров. Храм назван по имени Измайловского полка, основанного императрицей Анной Иоанновной в 1730 году XVIII века. Собор также называют Троицей Измайловским, а полное историческое наименование звучит как Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Батальоны Измайловского полка были переведены из Москвы в Санкт-Петербург к 1734 году и решением комиссии о Санкт-Петербургском строении размещены на реке Фонтанке. Первая полковая церковь, построенная в 1756 году, была деревянной. Пятиглавая, с боковыми куполами, изначальная композиция сохранилась и в дальнейшем. Из-за наводнения 1824 города церковь, обветшавшая за почти столетие, сильно пострадала. Проект нового храма, крепкого и каменного, был составлен архитектором Василием Стасовым. Торжественная закладка будущего Троицкого собора состоялась в мае 1828 года, в присутствии членов царской семьи. Деньги на постройку были выделены из государственной казны и личных средств Николая I, он шефствовал над Измайловским полком еще до вступления на престол. Несчастья, постигшие памятник архитектуры за историю существования, одним потопом не ограничились. В 1834 году в городе по вине другого природного катаклизма произошла авария, повредив конструкции из металла, ураган сорвал центральный купол. Новый, с деревянной основой, спроектировал Петр Петрович, он же Пьер Доминик, базен, французско-русский инженер. В 1835 году в городе отделка была завершена окончательно, и митрополит московский Филарет осветил храм накануне праздника Святой Троицы. В Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге в 1867 году в городе писатель Федор Достоевский венчался со своей второй женой, Анной Сниткиной, там же в 1894 году в городе отпевали известного русского композитора Антона Рубинштейна. Вскоре прогремела революция, и проведение служб в храме прекратилось, а все ценности были вывезены. В 30-е г.г. XX века поднимался вопрос о сносе либо устройстве крематория в здании собора. В 1938 году в городе храм был закрыт, его помещения долго использовались как склады. Во время Великой Отечественной войны Троицкий собор пострадал сильнее, чем когда-либо. Был разрушен один из боковых куполов, под обстрелами выбилось стекла и повредились стены, в подвале стояла вода. Реставрация проводилась не единожды, и свой прежний облик храм начал приобретать в 60-е годы, когда купола перекрасили из черного снова в ярко-синий цвет. Богослужения возобновились в 1990 году, когда Троицкий собор в СПБ вернули Русской Православной Церкви. Еще одно стихийное бедствие настигло храм в 2006 году. На строительных лесах, установленных вокруг самого большого купола, разгорелся пожар, в итоге уничтоживший находившиеся в центре деревянные конструкции, именно те, которые почти два века назад были утверждены при реконструкции после бури. Прихожане, присутствовавшие на богослужении, были успешно эвакуированы. Версия о преднамеренном поджоге, выдвинутая бывшим митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром, не подтвердилась. Высокий, 80 метров, храм с белоснежными стенами построен в стиле ампир. Купола расписаны золотыми звездами, как указывал Николай I, по подобию Архангельского и Тверского соборов. Основной цвет, по преданию, был выбран под цвет мундиров солдат Измайловского полка. Троицкий мост в Санкт-Петербурге фасады украшают шестиколонные портики Коринфского ордена. Всего насчитывается 24 колонны, покрытые искусственным белым мрамором. Стены Троицкого собора поверху оформлены фризами, декоративными композициями, с изображениями ангелов, авторства скульпторов Самуила Гальберга и Ивана Леппи. Главный вход в храм располагается со стороны западного портика, и именно здесь можно увидеть бронзовые фигуры Архангелов Гавриила и Михаила. Все четыре фасада декорированы барельефами. Для справки, росписью стены сводов внутри Троицкой церкви в СПБ занимались художники Тимофей Медведев и Алексей Травин. Иконостас выполнен в форме полукруга и композиционно составляет единое целое с надпрестальной сенью. В соборе хранится старинная икона Святой Живоначальной Троицы, созданная в 1406 году в городе еще один уникальный образ икона Святой Блаженной Ксении Петербургской, хранительницы города, написанная с прижизненного портрета Старицы. Невозможно не обратить внимание на огромные иконы с образами, идентичными сюжетом мозаики Исаакиевского собора, это оригинальные полотна, с которых в середине XIX века и выполнялась мозаика. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме постоянно находится частица мощей Святой Блаженной Матроны Московской. В Троицком соборе проводится ежедневный молебен у святых мощей преподобных Петра и Февронии, покровителей семьи. На территории храма в 1886 году в городе был установлен памятник колонна славы, по проекту архитектора Давида Шварца. Монумент представляет собой пять ярусов, составленных из 108 турецких пушек. Колонна у Венчана фигурой славы работы скульптора П. Шварца. Памятник был демонтирован в 1930 году, и в 1969 году в городе его замене Бюст Вестасова, первого архитектора Троицкого собора. В 2005 году в городе Бюст убрали, и колонна славы была восстановлена. Для справки, рядом с Троицей-Измайловским собором расположена часовня святого Александра Невского, построенная в 1894-1895 годах. Часовня была закрыта в 1924 году и тоже пострадала в ходе войны, но была полностью отреставрирована и в 1998 году в городе освящена митрополитом Владимиром. Никольский собор в Санкт-Петербурге Религиозная достопримечательность Санкт-Петербурга располагается на некотором удалении от центра города. До Троицкого собора проще всего добраться на общественном транспорте, доехав до станции метро, технологический институт, синяя ветка. Приблизительно 5-7 минут от стакана М. Невский проспект Выйдя из метро, нужно перейти Московский проспект, пройти один квартал по 1-й Красноармейской улице до пересечения с Измайловским проспектом, где на горизонте появятся узнаваемые синие купола храма. В будние дни храм открыт для прихожан с 9 часов до 19 часов, в воскресные дни и церковные праздники – с 6 часов до 20 часов. Расписание богослужений всегда можно уточнить на официальном сайте собора, а задать интересующие вопросы и узнать новости в группе ВКонтакте. Важно, фото и видеосъемка внутри собора запрещены, зато великолепный вид с улицы можно снимать сколько угодно. Адресы телефона – 198-005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 7, А, можно посмотреть на карте. Плюс 7, 812-246-07-15, плюс 7, 812-246-07-12 Е-мейл, а измс-собор собакам-мейл.ру Троица Измайловский собор является действующим, поэтому посещение бесплатное, согласно режиму работы. Церковные служители хранят порт Артурский образ, написанный после чудесного явления царицы небесной российским морякам во время русско-японской войны. Это событие стало напоминанием о Троицкой крепости, о том, как она строилась. В этом месте молились офицеры и солдаты лейб-гвардии Измайловского полка. Продолжение следует...